Привет! Сегодня я расскажу тебе о фильме ужасов под названием «Спуск». Начинается кинчик с того, как подруги по имени Сара, Джуну и Бет сплавляются по реке. На берегу их встречает муж Сары Пол с дочкой Джессикой. Семья садится в машину, и за обсуждением дня рождения девочки... А мальчиков ты в этот раз пригласишь? Батя таранит автомобиль на встречке, в результате чего в его теле появляются дополнительные отверстия. Сара приходит в себя в больнице и узнает, что Джессика тоже погибла в аварии. Спустя год Сара и Бет приезжают к Джуну, которая задумала на этот раз покорять подземные пещеры. В доме они встречаются с Бекой и Сэмой экстремалкой Холли. Дамочки начинают бухать и травить кулстори о парнях и сексе. Ночью Саре снится кошмар. А утром Джуну устраивает пробежку по местным лесам, пока остальные мучаются от похмелья. Но все же, сделав перед отъездом групповое фото, отправляются заниматься спелеологией. В пути Холли жалуется, что пещера, в которой они едут, отстой. Там можно заснуть прямо на ходу. Доехав до конца дороги, Джуна ведет банду всю оставшуюся часть пути через лес. У реки они натыкаются на мертвого оленя. И высказав предположение, что его задрал медведь, начинают тыкать в труп палками, после чего отправляются дальше. Наконец, они добираются до места назначения. Девушки закрепляют веревки и начинают спуск. Джуна первый достигает дна и осматривает пещеру. Остальные вскоре присоединяются к ней. Сара находит кровавые следы на стене и натыкается на летучих мышей. Холли насмехается над ней, за что тут же огребает. Девушки спускаются на следующий уровень пещеры и зажигают там фаеры. В потемках Саре чудится что-то странное. Она приближается, чтобы получше осмотреться, но внезапно ее пугает Джуну и предлагает устроить перекос. Заморив червячка, Сара находит лаз в стене. Бека замечает, что эта пещера отличается от той, что описано в путь водителя, на что Джуна отшучивается. Они лезут в узкий проход, Сара застревает и начинает паниковать. Бета рассказывает ей пошлый анекдот, чем помогает расслабиться. Внезапно начинается обвал и у Сары, которая не могла сделать даже вздох, открывается второе дыхание. Когда пыль рассеивается, выясняется, что Джуна всех обманула и до них в эти пещеры никто не спускался. Теперь, когда единственный известный выход завалило, они оказались в ловушке. Немного посравшись, подруги решают двигаться дальше. Девушки выходят к огромной расщелине. И Бека, как истинная представительница слабого пола, на одних руках перебирается на другую сторону, прокладывая путь остальным. Девушка замечает в потолке крепеж, что говорит о том, что кто-то уже был в этой пещере до них. Однако, согласно словам Джуна, пещеру открыли совсем недавно. Пытаясь сохранить оборудование, Джуна лезет последней, собирая его по дороге. Однако она срывается, и веревка режет руку Бекки до мяса. Джуна говорит... Этому крюку лет сто или больше. Такими уже давно никто не пользуется. Однако у пещеры нет имени, значит, никто не выбрался. В глубине пещеры они находят наскальную живопись, по которой определяют, что из нее есть два выхода. А в это время кто-то следит за девушками, ранее слюнки на пол. Холли, не разбирая дороги, ломится по пещере, падает в провал и ломает ногу. Сара находит древний шлем, пока остальные вправляют в Холли кости, накладывают шину. Девушка слышит странные звуки из пещеры. Луч фонарика выхватывает из темноты жуткую тварь, которая через мгновение убегает. Сара решает, что это человек, к которому можно обратиться за помощью. Таща на себе Холли, они отправляются дальше. Уперевшись в стену, Джуна лезет наверх и находит кучу костей. Включив режим ночного видения, девушки видят Спайдермена, который, как таракан, сбегает от их визгов по потолку. Не в силах больше терпеть высокочастотные вопли. Тварь делает кусь. Холли падает замертво. Бабоньки в истерике разбегаются кто куда. Сара падает и разбивает фонарь. Джуна пытается отбить тело Холли у твари. И зафигачивает ее ледоробом, а следом и неосторожно подошедшую сзади Бет. Сара приходит в себя. Осматривая пещеру через камеру в режиме ночного видения, она замечает, что весь пол усыпан костями людей и животных. Внезапно сверху падает труп Холли, и мерзкие твари собираются на пиршество. Мимо Сэма и Бекки проползает одно из существ. Девушки понимают, что твари слепые и реагируют только на звук. Джуна зовет подруг. Сейчас к ней сбегутся все эти твари. Главное, что не ко мне. Облутав труп Холли, Сара изготавливает факел. Тем временем, Сэм и Бекка натыкаются на монстров. Но их спасает вовремя подоспевшая Джуно. Девушка сообщает, что Бет мертва. И предлагает Сэм исследовать тело твари. Сэм говорит, что чудовища абсолютно слепы и охотятся по звуку. Сара находит умирающую Бет, которая говорит не верить Джуно. Ведь это она оставила ее здесь умирать. И добавляет, что погибший муж Сары и Джуно были любовниками. После чего просят Сару добить ее, тем самым избавив от страданий. На Сару набрасывается детеныш. Но блондинка быстро учит Школоту уважать старших. На вопле своего чада прибегает мамаша. Сара бросается на утек. Девушка падает в кровавый пруд. Самка преследует блондинку. Но быстро заканчивается после того, как Сара потыкала в нее костью. После чего появляется батя и залезает блондинке на лицо. Но та наглядно знакомит отсталого абьюзера из каменного века с философией феминизма. Сэм и Бека говорят забить на Сару и сваливают. Сэм, бросив подруг, лезет по потолку пещеры на другой конец через пропасть. Однако внезапно появившаяся тварь превращает ее в арт-объект. После чего Бека утаскивают за ноги вглубь пещеры и выпускают кишочки. Джуна спрыгивает вниз, но в воде тоже небезопасно. Забираясь наверх, девушка натыкается на Сару, которая спрашивает ее об остальных. Та отвечает, что их всех убили твари. Девушки вступают в бой с монстрами и убивают их всех. После чего Сара ранит Джуна в ногу и оставляет ее на расперзание тварям. Девушка убегая забирается вверх по узкому проходу. Но срывается и падает на кучу костей. Когда Сара приходит в себя, то замечает свет, пробивающийся через дыру в потолке. Девушка по костям выбирается из пещеры. Она из последних сил бежит к машине и, дав по газам, едет как можно дальше от этого проклятого места. Проблевавшись, Сара видит призрак Джуну и вновь просыпается. На этот раз в пещере кишащей тварями. А как тебе этот фильмец? Какую из представленных в кино пещер ты бы хотел исследовать? Напиши в комментариях. До скорого!